Бизнес-технологии 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 И я даже вчера после эфира повстречался с одним предпринимателем, который сказал, что если бы в Крыму были тренинги, которые бы были посвящены вообще ораторскому искусству, то он сам бы знает людей, которые бы с удовольствием бы на эти тренинги записались. Потому что с речью, с устной речью есть достаточно большие проблемы у большого количества людей. И сегодняшний выпуск программы «Бизнес-технологии» я хочу посвятить устной речи как основной бизнес-технологии, которую применяют люди, у которых, например, нет стартового капитала, которые не имеют недвижимости, коммерческой ресторанов, гостиниц и так далее, которые не имеют родителей стоячих таких сильных мира всего, которые могут обеспечить и ресурсные связи, и прикрыть, и поставить, управлять ликвидным бизнесом. И научить и рассказать, что делать, где брать, куда заносить и так далее. А для людей, которые начинают с нуля или которые продолжают и растут, устная речь – это основная бизнес-технология. Это основной инструмент, который на самом деле нужно развивать, наверное, еще со школьной скамьи. Наверное, я тут не прав. Еще с первых месяцев после рождения. И вот об этой технологии, о том, как развивать устную речь, сколько бы вам лет ни было, я сегодня попробую поговорить. В качестве эпиграфа к программе я хочу рассказать историю, которую я уже однажды рассказывал в эфире информационной войны. А история эта посвящена одному адвокату. Жил-был мальчик много лет назад. Это на самом деле был. На основе этой были даже был написан сценарий, который еще не снят, но в целом имел хорошие отзывы от продюсеров и критиков. Жил-был мальчик. Он с детства, ну, заикался, очень плохо разговаривал. Причем настолько плохо разговаривал, что, ну, стеснялся, естественно, был зажат. Естественно, в классе, в школе был на задних всегда рядах. Никогда не выпячивался вперед. Всегда, в общем-то, ну, знал свои слабые места и не педалировал их. И таким образом он дожил почти до 20 лет. Отслужил в армии. И, в принципе, ничего у него не поменялось. И он даже женщин не знал. А в 20 с небольшим это гиперсексуальность, это большая психологическая драма. И, в общем-то, по совету одного друга он пошел к монаху в один монастырь, рассказал ему о своей проблеме. Монах посмотрел на него и сказал, пока ты не наведешь порядок со своей речью, у тебя ничего не будет. И с тех пор он начал заниматься. Он начал заниматься там слогопедом, он поступил на курсы, он поступил юридически, стал адвокатом, причем стал практикующим адвокатом. То есть тем адвокатом, который участвует в прениях в судах. И настолько он стал педалировать тему, которая являлась слабым местом в его жизни, что к 30-35 годам он достиг определенных успехов в этом поприще. И он был очень успешным адвокатом. Во-первых, он решил все проблемы с речью. Во-вторых, он решил большинство проблем с личной жизнью. Он преодолел все преграды и все рубежи, которые на роду написаны у мужчины. А у мужчины же известно последовательно. Есть ряд задач, которые у мужчины для того, чтобы стать витязем, ну это если брать древнеславянскую такую градацию, для того, чтобы стать полноценным мужчиной, нужно решить ряд жизненных задач, среди которых и личные задачи, построение семьи, рождение ребенка и ни одного. И так далее, и так далее. И, собственно говоря, построение источников дохода, которые бы тебя обеспечивали. Поскольку источники дохода бывают бизнесом, это когда на тебя работают по найму, и ты только приходишь, управляешь и забираешь кэш. Либо практика, когда ты достаточно высокую цену за свои услуги даешь, но это сфера услуг, и ты, в общем-то, практикуешь. У тебя тоже могут быть работники по найму, но они не определяют твоего заработка. Если ты работаешь, ты получаешь. Если ты отдыхаешь, то заработки как бы прекращаются. Начинается там рента, вложение и так далее. Так вот, к 35 годам этот парень, который стал адвокатом, достиг таких успехов, что когда он заходил в помещение, где проходил суд публичный, то настолько эффективна была его речь, настолько она была образной, богатой риторическими оборотами. И самое главное, уверенная, четкая, легко воспринимающая емая, которая текла как молоко, что он без труда, даже если у него была слабая аргументация, тем не менее он без труда добивался благосклонности присяжных, и, в общем-то, вердикты этого суда всегда были в его пользу. Ну, в большинстве. Но самый высокий пилотаж достиг этот человек к 45 годам, когда он заходил в суд, и он практически не говорил. Он выслушал все стороны, и только потом, очень коротко, на раз, два, три, буквально двумя-тремя предложениями высказывал суть абсолютно без воды. И этого было настолько достаточно, то есть человека было так много в пространстве, и все воспринимали не только то, что он говорит вербально, не то, ну, словами, не только то, как он выглядит, но и какое-то такое мета-сообщение из него исходило, что все понимали, что этот человек самый главный, и то, что он говорит, к этому надо прислушиваться. Отсюда, в общем-то говоря, сразу видна структура, чему нужно учить маленьких детей, да, собственно, и не только маленьких, и взрослых. А это умение говорить, умение чувствовать себя достаточно уверенно, умение излучать это мета-сообщение. И вот об этом я хочу сегодня более-менее подробно остановиться. Дело в том, что современная культура, которая отличается от культуры, например, последних лет Советского Союза, то есть 60-е, 70-е, 80-е годы, когда еще не было электронных средств коммуникации, люди не сидели у экранов гаджетов, у экранов телевизоров сидели, но тоже достаточно скупо там, новости, мультики, фильмы, и то это достаточно изредка, это не было несколько часов в сутки. То есть в основном-то дети занимались, они играли на улице, они играли во всевозможные игры, которые тоже были развивающими, они между собой общались. А сейчас в связи с тем, что стало больше автомобилей, стало больше передвижений, стал более упорядоченным, так сказать, отдых семьи, когда папа с мамой там ездят в какие-то молы, центры торговые, отдыхают, играют там на всевозможных автоматах, идут в кино, количество общения вербального резко сократилось. То есть дети общаются мало, при этом они общаются мало не только со сверстниками, что тоже очень важно. Они мало общаются и с родителями. Соответственно, объем навыка, который вырабатывается в виде устной речи, резко сократился. Причем, по мнению некоторых исследователей, количество говорения, ну то есть время потраченное на то, чтобы ребенок разговаривал, слушал, разговаривал. Он не только на... Ну, разговаривать это не только говорить, это еще и воспринимать. То есть время потраченное на то, чтобы слушать чужую речь, время потраченное на то, чтобы говорить свои монологи. Ну, например, задаешь ребенку вопрос, он начинает рассказывать и генерировать собственную устную речь. А это, между прочим, задачка такая, достаточно нетривиальная, как может показаться на первый раз взгляд. Дело в том, что любой рассказ можно построить просто на, ну, знаете, раз, два, три там и ничего. А можно сделать это таким увлекательным повествованием, что просто все сядут вокруг и развесят уши. И при этом, если еще эту речь, например, украсить риторическими оборотами, прежде всего сравнениями, а вся человеческая речь – это сравнение, это нарезание имен, которые между собой сравниваются, то тогда эта монологическая речь может стать выдающейся. И я хочу обратить внимание, что те предприниматели, которые с детства обладают устойчивым навыком образной монологической речи, ну, то есть встал человек и начал говорить, и его слушают, и этого человека много, и он на самом деле занимает пространство в аудитории, то этот человек, как правило, процентов на 75 успешнее, чем те люди, которые, ну, говорят, меньше, они более склонны к цифрам, подсчетам, им надо таблицы посмотреть, балансы и так далее, и так далее. Естественно, я говорю о публичных видах бизнеса или о бизнесах, связанных с большой коммуникацией с людьми. Понятное дело, существуют бизнесы, а бизнесы же отличаются друг от друга. Ну, например, есть очень ликвидные бизнесы. Это, например, нефтянка, газ, ну, торговля оружием там, например, торговля каким-то очень высоко ликвидным сырьем, бензоколонки там и так далее, и так далее. Так вот, управление такими системами, участие в таком бизнесе, управление таким бизнесом не требует таких вот уж больших ораторских, например, навыков. Сел себе человек на свою позицию, начал контролировать финансовые потоки, отчитываться перед старшими, нагибать младших, собственно говоря, и все навыки. А если, и понятное дело, что просто не любой человек на такую позицию попадает, там всегда, ну, чужие там не ходят. А если вести речь о том, чтобы, ну, человек начинал бизнес с нуля, что у него есть какой-то минимальный там стартовый капитал, и при этом человек должен при помощи так называемой челночной технологии, что такое, все слышали, челночная технология, это такой способ управления окружающим миром, когда ты поочередно, радиально от себя наступаешь в переговоры с различными людьми, которые еще плюс ко всему, например, конфликтуют между собой. Ты выстраиваешь между ними мостики взаимосвязи, в конце концов сводишь, они делают между собой какую-то сделку, а ты получаешь комиссию. Так вот, этой комиссии иногда достаточно для того, чтобы открыть свой бизнес, построить, например, уже бизнес не только публичный, когда коммуникация основная, но, например, купить какую-то коммерческую недвижимость, какой-то подвал в муниципальном здании, например, там у памятников исторических, которые находятся под охраной, взять на себя обязательства отремонтировать, сделать там исторический, там какой-нибудь пафосный сюжетный ресторан, и, собственно говоря, уже дальше пожинать ренту со своих трудов. Так вот, знания и навыки, необходимые для того, чтобы такую челночную дипломатию проводить, они формируются достаточно рано. И поэтому родителям, которые не очень богаты, не очень сильны, или, например, которые просто еще молоды, и у них еще все впереди, но при этом они хотят сделать из своего ребенка сильную фигуру, не, знаете, пассивную ни рыба, ни мясо, куда пошлют, ну, бери побольше, кидай подальше, а человека максимально подготовленного жизни, человека, который может решать творческие задачи, который может, например, попасть в сложную ситуацию и выкрутиться из нее только потому, что он коммуникатор. Вот если задаваться такой целью, если, особенно, кстати, есть дети, которым все дается от рождения как бы легко, ну, вот на раз, два, три, то есть ты практически ребенком не занимаешься, он и так все схватывает на лету, есть такие дети. И, в общем-то, ребенку с первого класса все дается легко, он особенно сильно усилий не прилагает, делает все спустя рукава. Но, как правило, такие дети к пятому, к шестому классу, к восьмому, девятому, они начинают страдать от такой болезни, знаете, болезнь первой неудачи. То есть на старте у ребенка и в речевом смысле, и во всех остальных все удавалось, знаете, в лоб. Ну, шашкой махнул, все получилось, шашкой махнул, все получилось. И вдруг, и человек расслабляется, он и так понимает, что ему все дано, весь мир у него ног. Это такая обман, обманочка. И в речевых вещах то же самое. Особенно первое поражение особенно наступает, когда ребенок начинает приближаться к паре юношества. И он, в общем-то, начинает еще испытывать адреналиновое давление, ну, гормональное, скажем так. И у него начинаются особо такие торможения, связанные с тем, что у нас же не раздельное обучение, образование, а девочки с мальчиками вместе. И начинаются определенные, ну, отвлечения на неучебные, не профессиональные вещи. Люди начинают между собой выяснять отношения, люди начинают строить свое «я» среди окружающих и разнополых, так сказать, существ. И вот в этом, в этой ситуации первое поражение, которое происходит, они добавляют неуверенности в себе. Парадокс получается. То есть ребенок в первом классе был уверен в себе, он, ну, шел как танк, ему все давалось легко, он расслабился, и в результате этого расслабления, когда он считал, что и так все получится, и экзамены сдавал, не готовясь, и к урокам выходил играючи, и вдруг раз первое поражение, второе поражение, третье поражение, появляется комплекс. И вот этот комплекс, на самом деле, многих талантливых детей, которым от рождения все дано, он их отбрасывает намного назад, и по статистике эти дети реализуют себя хуже. Я не буду вдаваться в подробности, что значит реализуют себя хуже. Я хочу сказать, что высот, я имею в виду при прочих равных условиях, если отсечь там сильных родителей, какой-то ресурс, который стоит сзади, по роду, по клану, по семье там, или еще по другим каким-то обстоятельствам, ну, например, дядя там какой-то чин там в каком-то министерстве, естественно, есть возможность там подтянуть, подтащить, дать ресурс внешний, который поднимет ребенка, даже если у него нет каких-то навыков и способностей. Так вот, при прочих равных условиях вот эти дети, которым на старте все хорошо дается, они больше теряют. А те дети, у которых есть недостатки, которые понимают свои недостатки, и которых родители или окружающий мир хорошо мотивируют, вот эти дети иногда прикладывают настолько колоссальное усилие, что выстреливают на порядке сильнее в качестве, в количестве результативности, что превышают всех талантливых детей и, в общем-то, достигают значительных высот. Вот эта методика, которая, собственно говоря, жизнью подсказана, она на самом деле и лежит в основе воспитания того, чтобы дети, ну, например, уже в первом классе, говорили, во-первых, без дефектов речи. Основной бич современного мира – это то, что мало того, что дети общаются, соответственно, если у них есть дефекты речи, понятное дело, нужно пообщаться с логопедом, с психологом, с людьми, которые ставят, точно так же, как у певцов есть педагоги, которые ставят голос, есть такие же педагоги, которые, ну, логопеды, но есть логопеды, которые продвинуты, они еще и ставят речь. Не только чисто говорить гласное, там, согласно, и какие-то западающие звуки, но и создав вот этот базис, еще и задать ребенку определенные параметры речи, чтобы как говорить, как говорить полное предложение, как говорить неполное, как сделать паузу, как, наоборот, говорить быстро. Там есть огромное количество упражнений, связанных с тем, чтобы, например, чистить. Это называется упражнение «Чистить», когда говоришь быстро-быстро-быстро-быстро скороговоркой. И, в принципе, вот во время скороговорки речевой аппарат развивается, артикуляция улучшается. И если эти упражнения делать, ну, хотя бы там каждый день, по чуть-чуть, то в результате ребенок уже к первому классу, а это нужно делать в дошкольном возрасте, ребенок к первому классу становится говорном. То есть этот человек, даже попадая в большую аудиторию, где есть разные дети, разные девочки, мальчики, он может себя поставить, потому что у него есть ресурс. У некоторых детей есть ресурс папы и мамы, которые сильно и с деньгами приезжают на больших мерседесах, а у этого мальчика или девочки ресурс, он умеет делать то, чего не умеют делать дети сильных пап и мам. И этот ресурс работает. Он это замечает сразу. Он сразу попадает в, ну, очень успешных детей, отличников или там хорошистов, или как они сейчас называются. Но вот этот ресурс, который нужно ребенку дать на старте, этот ресурс может сыграть, ну, флагманскую роль в его жизни, он станет коммуникатором. О коммуникаторах я хочу поговорить еще подробно. Ну, вот в каком смысле. Дело в том, что все люди, кроме сословий, сословие это способ зарабатывания денег, ну, то есть есть чиновничье сословие, есть предпринимательское сословие, есть бюджетное сословие, есть воинское сословие, есть торговцы, есть банкиры. То есть есть способ зарабатывания денег, соответственно, менталитет и психология, мировоззрение, которое на этом способе базируется. Так вот, кроме способа зарабатывания денег, люди еще классифицируются по профессиям. Профессии есть три типа. Первая, о которой, собственно говоря, и посвящена наша сегодняшняя программа, это профессии класса человек-человек. То есть речь идет о каких-то взаимодействиях между людьми. Это прежде всего коммуникация, это прежде всего устная, письменная и визуальная речь. Есть профессии категории человек-машина. Это всевозможные водители, это слесари, это рабочие, работающие на станках. Это люди, которые большую часть своей жизни работают, взаимодействуют с механизмами. Вот эти профессии называются человек-машина. И есть еще профессии, которые называются человек-знак. Ну, это, например, бухгалтеры, это, например, финансовые директора, это, например, ученые, которые ведут какие-то математические исследования и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот три классификации профессий человек-человек, человек-машина и человек-знак. Так вот, мы концентрируемся на том, что поскольку профессии человек-машина и человек-знак это больше к производству, а человек-человек это больше к услугам. А тут есть закономерность в бизнесе, связанная с тем, что если у тебя есть деньги свободные, то ты должен стремиться в производство, поскольку там выше рентабельность при наличии капитала. А если у тебя нет стартового капитала, ты должен стремиться к услугам, потому что услуги дают большую норму прибыли вообще при отсутствии капитала. То получается, что для семей, у которых стартовый капитал, ресурс финансовый меньше, нужно уделить внимание воспитанию детей таких навыков, как развитие импровизационной, устной и письменной речи. То есть, фактически, до прихода в первый класс ребенок должен говорить без затыков, без дефектов речи, он должен говорить импровизационные, он должен рассуждать, он, естественно, должен знать огромное количество стихов. Желательно, эти стихи должны быть известных русских писателей Пушкин, Лермонтов, Тютчев. Это те стихи, которые, кроме строя речи, они создают еще особую атмосферу мышления, они создают принадлежность к культуре, они создают, если надо, интеллигентские интонации, если надо, то есть появляется достаточно широкий диапазон, и сам ребенок становится интереснее. То есть, он становится взрослее, не в том смысле, что он становится старее, нет, он остается ребенком, но у него появляются мысли, с ним становится интересно беседовать, у него появляется некий багаж. Этот багаж есть наследственный, который приходит из прошлых жизней или из жизни предков, естественно, есть на генетическом уровне какая-то информация, но это еще и истории, написанные в прошлом, в позапрошлом веках, которые человек пропускает через себя и дает им свою персональную оценку. Этот объем работы на самом деле в современном обществе не проделывается с детьми, потому что дети у нас в основном сидят перед гаджетами, они смотрят всевозможные мультфильмы, достаточно низкопошибные, типа там губки Боба, там типа вот этих плоских, реально тупых американских мультфильмов, которые развивают достаточно примитивные эмоции, может быть какие-то реакции, какие-то достаточно очень плоский юмор, и при этом не дают ребенку глубины. Я уже не говорю о том, что они не дают возможности развивать речь, это просто убийцы времени, когда родителям хочется побыть одним, а ребенок требует внимания, и поэтому ему дают гаджет или там планшет, или телефон, или мультфильмы, или игры, или ну вот, вот такое вот времяпрепровождение. При этом получается, что все время потраченное на эти гаджеты реально у ребенка воруется из его судьбы, он не приобретает определенных знаний и навыков, и в результате мы, собеседуя уже взрослых детей, которые закончили школу, которые учатся в вузах, и которые, собственно говоря, уже могут зарабатывать, мы видим ситуацию, что дети двух слов не вяжут, они стесняются, они не проживали никаких ситуаций в жизни, и в результате на самом деле они реально профнепригодны и легко классифицируются как ни рыба, ни мясо. А это достаточно печальная вещь в современном мире, потому что неуспешные дети множат печали и в личной жизни, и в зарабатывании денег, они по-прежнему продолжают сидеть на шее у родителей и до 30, и до 35 лет, они не рожают внуков и так далее, и так далее, и так далее, и в конце концов снова все сводится к формуле, которую тот монах сказал герою этого сценария. Пока ты не наведешь порядок с речью, у тебя ничего не будет. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, буквально на пару песен, и вернемся, и я поговорю о методике, о том, что можно сделать в Крыму для того, чтобы повысить качество гуманитарного образования детей, да и взрослых в том числе. Бизнес-технологии Возвращаемся к бизнес-технологиям, уважаемые крымчане. Сегодня тема нашей программы посвящена устной и письменной импровизационной речи как основной бизнес-технологии любого успешного предпринимателя, и не только предпринимателя, но также и работника по найму. Я уже говорил о том, что есть вот этот лозунг, фраза «пока ты не наведешь порядок со своей речью, у тебя ничего не будет», если, конечно, речь идет о бизнесе свободном, когда ты капитализацию держишь в голове и в основном там оказываешь услуги. А в основном производство, конечно, достаточно монополизированные рынки, и люди, оказывающие услуги, они более свободны. Они действительно не имеют в активах то, что можно там отнять, потерять, либо там попасть в долговую кабалу там и так далее, и так далее. А есть технологии, которые находятся у них в голове, и эта технология первая, которая там есть, помимо всех остальных, это технология умения себя вести с разными другими людьми. Это умение импровизированной устной и письменной речи. Так вот, в первой части я упомянул о том, что вчера я встречался с предпринимателем, который заявил, что достаточно много бы людей попробовали бы походить на тренинги, потому что у них есть практическая потребность, например, в том, как проводить совещание. Совещание с разными, достаточно большим количеством людей. Как вести переговоры, как выстраивать разговор с подрядчиками и заказчиками, как вести себя с контролирующими органами, как, в конце концов, делать публичное выступление на выставках, на семинарах, на конференциях. А это бывает очень часто нужно, и это основная презентационная технология. Как правило, если вы пошлете презентацию письменную по почте, это ничего не приведет. А после выставки, после успешного выступления, где и хороший оратор, и презентация хорошая, да и продукт, действительно, не жалко его людям показать, не стыдно. Это, как правило, сразу же приводит к появлению контрактов заказчиков, которые сразу начинают нести деньги вам на счет. И получается, что вот это умение говорить, оно на самом деле напрямую связано с доходностью ваших бизнесов, независимо от того, чем вы занимаетесь. Ресторанный будет этот бизнес, оказание услуг, транспортная компания, все, что угодно. Логистика, все, что угодно. В любом случае умение вести переговоры, умение устно говорить, умение писать письма. Очень важная вещь, которая в настоящее время реально имеет провисание. И молодые, и пожилые люди пишут мало, пишут плохо, не пишут совсем. Они только пересылают ссылки или постят ссылки, а собственного мнения выразить не могут. Это тоже указатель на то, что существуют определенные проблемы с импровизационной речью. Вот заходишь в Facebook и видишь, человек постит картинку за картинкой, ролик за роликом, ничего от себя не говорит. Это первый признак того, что, ну, недоучен человек. У него недостаток в образовании с точки зрения генерирования собственных мыслей. Ему проще сослаться на цитаты и проще привлечь других, третьих лиц для того, чтобы выразить или намекнуть на какую-то мысль. Но при этом он даже не понимает, что своими словами это можно сделать намного короче и намного эффективнее. И в связи с этим сразу я хочу перейти к методическим таким рекомендациям. А что, собственно говоря, нужно делать с детьми дошкольного и школьного возраста, чтобы эти навыки развивались. Первое, и как ни странно покажется, детям нужно поменьше смотреть уже завизуализированные истории, в частности, мультфильмы, игры и фильмы. А им нужно побольше читать абстрактные тексты. Что значит абстрактные тексты? Это сказки без картинок, это книжки без картинок. Это нужно читать простые тексты на русском языке. Картинки могут быть, ничего плохого в этом нет, просто их не должно быть очень много. Дело в том, что в мозгу у ребенка, когда он читает буквы, когда он складывает их в слова, когда он читает предложения и понимает историю, которую он читает, у него начинает работать воображение. Он у себя в правом полушарии начинает развивать вот эти виртуальные связи нейронные, и он сам начинает рисовать эти картины, которые ему навевают абстрактные слова. Слова-то абстрактные, они не привязаны к картинке, к образу. У нас фонетические сейчас буквы, они были раньше в виде, как и иероглифы, они были более насыщены, как образ, смысловым содержанием, но сейчас это чистая фонетика. И поэтому правым полушарием ребенок начинает рисовать свое воображение, он начинает представлять, что он читает. Это очень важно. Дело в том, что импровизационная речь, она больше направлена на правое полушарие. И для того, чтобы речь была образная, нужно представлять, что ты говоришь. Для того, чтобы речь была сухая канцелярская, достаточно левого полушария, достаточно быть просто бухгалтером, который четко помнит, что было первое, что второе, что третье. То есть успешные переговоры, успешный оратор – это правополушарный человек, это человек с воображением, это человек увлекающийся, человек увлекающий, то есть достаточно развитое должно быть воображение. Это достигается большим количеством, большим прочтением огромного числа книг. Понятное дело, что с этим проблемой проще дать ребенку планшет, пусть он что-нибудь посмотрит и не грызет спину, от слова спиногрыз. Но, тем не менее, получается, что именно из-за этого дети недополучают определенных умений, которые в жизни, оказывается, ценятся на вес золота. То есть у них получается, ну, такое, потеря времени, убийство времени и недополучение определенных знаний и навыков. Второе, что необходимо делать, это не только, ну, даже не так, для того, чтобы дети читали, нужно не только их там заставлять подсовывать им книги. Это делается методически, чтобы дети сами начали читать, это делается методически терпеливым чтением книг и сказок на ночь и папой, и мамой. То есть для того, чтобы дети абстрактно воспринимали устную речь и сами рисовали у себя воображение эти картинки, надо просто по 15-20 минут ежедневно читать им на ночь сказки, желательно добрые, желательно светлые и солнечные, не депрессивные. И вот сделайте это в течение трех месяцев каждый день, и вы увидите результат. Во-первых, улучшится речь, во-вторых, улучшится, ну, просто взаимосвязь с ребенком, то есть вы станете ближе, дистанция сократится. Есть же семьи, у которых отношения настолько далекие друг от друга, что люди общаются только там за столом, и при этом друг друга не чувствуют, не понимают. Дистанция настолько длинная, что нет вот этой эмпатии в чувствовании, это просто, ну, не приложено труда для этой эмпатии. А вот чтение сказок устным путем, не показывая картинки, а только мимикой и интонацией своего голоса, это прежде всего навык развития устной русской речи. Это вот, получается, пункт первый, читать детям сказки на ночь, второй, когда они уже начнут разбирать буквы и читать, пытаться самостоятельно, давать им книжечки, в которых рисунков будет не очень много. То есть не спешить визуализировать до того, как ребенок сам визуализирует абстрактную речь. Это, ну, такой базовый, основной навык, который обязательно нужно иметь, понимать в голове. И в тот момент, когда вы начнете уже детям давать такие легкие игровые задания, связанные с заучиванием стихов, ну, то, что делают в детских садах, то, что делают педагоги за родителей уже, когда дети идут в детские садики, в дошкольные учреждения, вот там, конечно же, решается двойная задача. Вот это чтение стихов, такая модная фишечка, когда дети читают стихи там на праздниках и так далее, решает две задачи. Во-первых, публичное выступление, это значит совладание со своей энергетикой, настройка своей психики на то, что вокруг огромное количество людей, и они смотрят, и они смотрят на тебя. Это тоже навык психический, психо, это душа, это энергетика души настраивается таким образом, чтобы гармонично взаимодействовать с окружающим миром. И дети, которые не проходят вот этих навыков и знаний, они на самом деле, ну, как бы ближе к Маугли, чем к человеку развитому. И это тоже упущение и родителей, и бабушек, и дедушек, и школы, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы поднять интеллектуально и приблизить ребенка к человеческому типу психики, ему нужно обязательно проделывать такой вот фронт работы. Читать, слушать устную речь и пытаться проговаривать монологически стихи, монологи и делать это со сцены. Вот эти базовые вещи, они на самом деле очень много продвигают детей вперед. Эти дети даже в школе становятся ведущими всяких мероприятий, они становятся, ну, какими-то командирами каких-то объединений там и так далее. Им поручают различные поручения, потому что эти дети раскованней, коммуникабельней и естественно эффективней. Очень многие родители замечают, что когда на ютубе или по телевизору показывают американских или европейских детей, которых берут интервью, которые что-то рассказывают, то они обращают внимание, что эти дети намного раскованней и у них более свободная речь, чем по сравнению с нашими. Это действительно так. Методика подготовки устной речи там несколько в корне отличается. Там просто педалируется свобода во всех ее проявлениях и вот эти навыки, они чуть ли не изо дня в день развиваются. И поэтому дети свободно себя ведут на всевозможных ток-шоу, они без проблем дают телевизионное интервью, они могут участвовать в дискуссиях. А это вообще отдельная речь, это отдельная отрасль устной и письменной речи. Дискуссия это, ну, такое состязание, связанное с тем, что по регламенту сначала одна сторона делает пятиминутное заявление, монолог, потом вторая сторона, пятиминутное заявление, монолог, а дальше начинается период прений, когда, привязываясь к конкретным тезисам противной стороны, ты начинаешь при помощи риторики, при помощи риторических фигур и при помощи софистики, как и свободного изменения тезисов по сравнению. Есть тезисы в цепи, сначала первое, потом второе, потом третье, следовательно, это четвертое. Так вот, если поменять последовательность первого, второго, третьего и четвертого, и, так сказать, изменить их взаимосвязи, то может родиться новый смысл, который может быть смешным, например, так строится любая шутка, любой юмор, любой гэг, или, может быть, логически подвести к совершенно противоположному выводу, который в дискуссии может стать победным по сравнению с противоположной стороной. Этот раздел называется иногда софистика. Софистика – это, конечно, путь обмана, но в любом случае умение говорить, умение виртуозно маневрировать между тезисами противной стороны. Самое главное для предпринимателя – это что? Когда ты ведешь переговоры с каким-нибудь подрядчиком или заказчиком, и вы согласовываете условия, фактически это та же дискуссия. То есть вы слышите аргументы с той стороны, вы говорите аргументы со своей стороны, и дальше возникает сценарий обхода, сценарий маневрирования или парирования возражений. То есть фактически скрипт продаж, который в 20-25 лет молодой человек, если он будет начальником отдела продаж, или он будет заниматься поездками в офисы будущих клиентов, он фактически занимается тем же самым. Он дискутирует, и он должен обладать четким навыком скриптов, маневрирования, работы с возражениями и называнием цены. Самый большой психологический такой затык у многих людей, они говорят, ой, я не знаю, как цену назвать. Там действительно есть затык, он связан с тем, что говоришь там, например, сколько вы хотите получить? 30 тысяч, дорого, спасибо, до свидания. И человек уходит. Он понимает, что здесь можно проколоться, и начинается менжевание. Человек не знает, как назвать цену при продаже. Понятное дело, что надо называть сразу вилку цен, и никогда не говорить какую-то одну цифру, а потом молчать и затыкаться. То есть там есть несколько психологических приемов, доступных любому человеку и даже маленькому ребенку. Но эта отрасль знаний недоступна, например, учителям, которые никогда не проводили дискуссии с ровней. Они, как правило, общаются с детьми, как с низшими, либо с начальством, как со старшими, и не торгуют. Это бюджетная сфера, соответственно, нет навыков, связанных с состоянием у прилавка. А прилавок тоже дает очень много навыков, которые, например, в бюджетной сфере нет. То есть вот эти универсальные навыки из разных сословий, универсальные навыки из разных видов профессий, если бы их аккумулировать и сформулировать какую-то программу, которую можно было даже факультативно преподавать детям, родители которых понимают, зачем нужна речь письменная для переписки, для того, чтобы сформулировать правильное письмо, в котором, например, лежит просьба выделить грант, или просьба продать задешево то, что стоит дорого, что вы можете использовать в своем бизнесе, и так далее, и так далее. В конце концов, просто письмо, знакомство, устная речь, устная монологическая речь, когда вы выступаете перед аудиторией, устная монологическая речь, когда вы знакомитесь, ну, например, юноши с 17-18 лет, которые уже начинают посматривать на девушек, они начинают там вступать в диалоги, и там тоже есть, помимо диалога, там есть еще и монологическая часть, потому что девушкам надо рассказывать анекдоты, надо рассказывать баечки, надо рассказывать истории. Это чистый монолог. Так вот, от того, насколько ты легко, насколько ты образно и, самое главное, весело расскажешь свой монолог, от этого будущий диалог, собственно говоря, и зависит. Правда, тоже навык? Навык. Его некому рассказать, потому что папа с мамой заняты, они в эту сферу стараются особо не лезть. А ребенок иногда, то, что он уже может закрыть, как решенный вопрос, 18 лет, иногда откладывает это на 22-23, хотя уже в 23 он должен уже иметь первого ребенка, рожденного, которого он сам может прокормить. И получается, что бизнес-технологии, по большому счету, это не только сфера знаний, которые необходимы реально существующим сегодня предпринимателям. Это сфера знаний, которая нужна сегодняшним предпринимателям, как родителям. Это знания, которые нужны сегодняшним дедушкам и бабушкам, как большим чиновникам или как сильным мира сего, которые, в принципе, уже всего достигли, но при этом не особо обращались, ну, и успокоились. Это, знаете, как талантливые дети. Чего-то достигли и расслабились, а дальше начинается период испытаний, который связан с тем, что человек расслабился. А дальше выясняется, что дети и внуки как бы к жизни-то и не готовы, потому что расслаблены были все. Ресурсов было настолько много, что все расслаблены. Ты только успевал их там втыкать в какие-то там предприятия, сферы жизни, в какие-то должности ставить. Но в целом навыков и знаний для того, чтобы они сами самостоятельно прошли такой путь, даже близко и не было. И тоже возникает та же самая закономерность, как у среди первоклашек, среди которых есть, ну, действительно одаренные талантливые дети, которым все удается сразу же, потому что есть энергетический ресурс, есть ресурс там, ну, в генах заложен. А есть дети, которым это все дается большим трудом, но они в связи с этим труда и не боятся. А те дети, которым все дается легко, они трудиться-то, в общем-то, и не привыкают и, соответственно, расслабляются. И получается волнообразный затык, когда через определенное количество времени появляется первая неудача. А у ребенка, который не так одарен, но трудолюбив, появляется серия удач, которую он сделал с большим трудом, но и, соответственно, с большим опытом, с большими навыками. И на выходе, например, определенного периода времени, например, по окончании школы, вот такие трудолюбивые дети имеют больше опыта, больше навыков, сделанных с большим трудом, но и при этом больше энергетическая составляющая. Больше уверенность в себе. Больше прожил, больше знаешь, более уверен в себе. Хочу подытожить сегодняшнюю программу, которая посвящена устной и письменной речи как основной бизнес-технологии в переговорах, в составлении деловых писем, в монологах, в знакомствах с девушками. Кстати, хочу сказать, что любой оратор – это прежде всего мужское начало, то есть это самец, грубо говоря, а аудитория – это женское начало. И любой оратор, он должен продавливать пространство, он должен быть доминантным. Даже независимо, если оратор – женщина, тем не менее, она сразу же собой олицетворяет мужское начало по отношению к аудитории, которая слушает, воспринимает. То есть это активное начало, а то пассивное. И с этой точки зрения развитие навыков монологической, идеологической речи, как мужского начала, оно на самом деле развивает не только речевой аппарат, не только словарный запас, не только опыт в проживании всевозможных, достаточно сложных бывают в жизни ситуаций, к которым люди бывают не готовы. А к 18 годам можно научиться проживать такие ситуации, которые многим взрослым даже не приходилось переживать. То есть вот опыт, связанный со взаимодействием с людьми, с разговорами, с челночной дипломатией, с монологической, диалогической речью или с дискуссией. А дискуссия – это высочайший пилотаж речи, поскольку там есть и монологи, и диалоги, и аргументирование, и риторические фигуры, и боевые такие фигуры, есть боевая риторика, когда вы в споре должны не только переубедить, например, аудиторию. В споре всегда есть тут два спорящихся и третий. Третий – это аудитория, которая наблюдает за дискуссией. Она, кстати, добавляет энергетики. Это мы видим на ток-шоу, где происходят дискуссии. Так вот, боевая риторика отличается тем, что нужно не только убедить третьего, всю аудиторию, но нужно энергетически погасить собеседника. В некоторых жизненных ситуациях это бывает необходимо, но для того, чтобы это уметь, нужно обладать не только мотивацией, но надо обладать знаниями, опытами и энергетикой. Это тоже нужно развивать, и как выяснилось, и как мы с вами приходим на своем жизненном опыте, развивать это нужно еще с дошкольных лет. В эфире были «Бизнес-технологии». Сегодня мы, наверное, коснулись самого главного такого, самой главной бизнес-технологии, которая необходима всем предпринимателям без исключения. Независимо от того, какие ресурсы у них за спиной, есть ли у них поддержка клановая, семейная, либо только они сами по себе, и, собственно говоря, вся капитализация у них в голове. Это устная и письменно-диологическая, монологическая речь. Это написание писем, это ведение переговоров, это выступление публично на выставках, семинарах и конференциях, это знакомство с представителями противоположного пола и завязывания отношений, это создание семьи. Это не только создание семьи, и, в общем-то, уже победили, это еще и жить в семье, это тоже выстраивание определенных отношений с членами семьи, разными и детьми, и второй половиной. И это все в конечном итоге упирается только в то, как мы общаемся, как мы говорим, как мы это делаем, профессионально, непрофессионально, спустя рукава, либо вообще никак. В эфире были «Бизнес-технологии», встретимся с вами завтра. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok